Потому что я включал запись, пока говорил Влад, чтобы у нас на всякий случай нашим коллегам нашу важную информацию, которую мы сейчас будем рассказывать, передать. Потому что снова пошла запись. Прекрасно. Большое спасибо. Итак, уважаемые коллеги, я не займу у вас много времени. И, собственно, на мне Влад уже немножко ввел вас в курс дела. Но я тоже здесь добавлю, по крайней мере, со своей стороны. Во-первых, конечно, мы говорим о добровольчестве, волонтерстве. И в этом году у нас, соответственно, год волонтера. И, несмотря на то, что изначально и доброволец, и волонтер в первом значении имеют военный смысл. Это люди, которые сами пошли на войну. Но мы с вами люди мирные. И будем понимать, что доброволец – это тот, кто добровольно взял на себя какую-то работу. И в случае с IT-волонтером, и с IT-добровольцем, или тот, а скорее та, потому что, как показывает практика, в интернете есть некоторый перевес в сторону именно женщин, которые становятся волонтерами, волонтерками, если вы любите феминитивы, кто добровольно взял на себя какую-нибудь IT-работу. Но в контексте нашей платформы IT-волонтер – это соединение таких двух понятий, как sharing economy, экономия совместного пользования и интеллектуальное волонтерство. Я объясню, что это такое, если вы впервые сталкиваетесь с этими терминами. Во-первых, интеллектуальное волонтерство – это область волонтерства, когда вы не руками что-то делаете, не ногами что-то делаете, не присутствуете, не выполняете какие-то свои базовые задачи, которых некому больше сделать. А вы используете те свои компетенции, которых нет у других, нет, в частности, у некоммерческих организаций. И подобных проектов в последнее время появилось несколько. Буквально за прошедший год появились проекты про черити волонтим, которые, правда, касаются немножко других областей деятельности. Вот они там, юриспруденции, бухгалтерии для некоммерческих организаций. До этого уже давно существовали Пронка, Про-НКО и Тудугуд – тоже платформы интеллектуального волонтерства, где как раз была идея в том, чтобы люди, обладающие специальными знаниями, делятся ими с организациями, которые работают на пользу всего общества. Именно поэтому, собственно, оправдывается тот факт, что вы, как правило, не получаете за это деньги. Теперь часть по поводу sharing economy – это экономика совместных ресурсов. Здесь, в общем, по-английски, но я вот это все перевел на русский язык. И что же такое IT-волонтер? Ну, мы здесь выступаем в роли платформы, но мы связываем, соответственно, две сущности. То есть это волонтеров, то есть вас. И я лично очень благодарен, что вы к нам сегодня присоединились и, я надеюсь, будете на следующих вебинарах также. И я надеюсь, это все закончится какой-то осуществленной помощью для некоммерческой организации. Это некоммерческие организации, собственно. Вы отправляете время, навыки, труд, получаете возможность самобилизации, участие в чем-то действительно значимом, рекомендации и опыт. То, что мы как платформы обеспечиваем, с одной стороны, это чисто технические возможности. То есть НКО отправляют у нас заявки, а вы можете подписываться на эти заявки и предлагать свою помощь. Взамен некоммерческие организации получают, собственно, доступ к волонтерам, а вы получаете репутацию в виде очков, в виде завершенных кейсов и в виде отзывов. Более подробные элементы, собственно, того, как функционирует платформа, вам, наверное, расскажет Влад. А пока я, собственно, перейду, зачем мы все это делаем. И вообще, зачем нам Академия IT-волонтеров. Ну, у нас за прошедшие несколько лет, мы запустили в 2014 году, было уже, у нас сейчас в архиве, порядка полторы тысячи задач. Вот, которые некоммерческие организации нам отправили, вот, и только треть из них волонтеры смогли осуществить. И вот эти вот, даже не треть, а вот 29%. Вот, и в связи с этим, мой тезис звучал бы следующим образом. Коллеги, давайте попробуем добиться, чтобы хотя бы 50% всех задач, которые поступали, соответственно, были бы решены некоммерческими организациями. Почему стоит это сделать? Ну, давайте вообще поговорим о некоммерческих организациях. Я буду совсем краток. Но если у нас кто-то, кто вообще не знаком с этим понятием. Вот, можете писать в чат. Но по определению закона, да, основное определение, там есть куча всяких там описательных еще определений, что это организация, не имеющая в качестве основной своей цели извлечения прибыли. Это значит, что это объединение людей, которые, для которых деньги не являются, и заработок не являются основной целью, да. Ну, это вполне себе возможно, да, потому что, в конце концов, вообще прибыль, как основной источник объединения людей, это такое явление относительно, там, неолиберальное, да, вот, там, скажем так, наверное, начиная с 18 века или, там, с 17, да, со времен экономической революции, да, вот, при том, что люди и раньше объединялись для кучи разных вещей, да. И то, что делают сейчас некоммерческие организации, по крайней мере, те, с которыми вам придется работать. Ну, и очень часто люди вообще не понимают, что это такое. В российском обществе, к сожалению, не все знакомы с этим понятием. Поэтому, вот, совсем просто, если говорить, что, ну, во-первых, некоммерческие организации спасают жизни, вот, и не просто это какой-то штамп, они в прямом смысле их спасают, да. Ну, и, например, помогали фонду «Живой», который собирает деньги на помощь взрослым людям, которые попали в чрезвычайной ситуации, например, в аварию, да, то есть, ну, авария, нужны деньги на операцию, их негде взять, зато есть люди, которые готовы им помочь. Вот, пожалуйста, благотворительный фонд. Вот, как правило, большая часть благотворительных фондов действительно занимается очень прямой, очень осязаемой помощью действительно умирающим людям. Вот, иногда речь идет о детях, вот, о людях с ограниченными возможностями, да, и это настоящий эффект, да. Во-вторых, они защищают права, да, это вполне тоже осязаемый эффект. Например, защищают права пациентов, да, есть, вот, например, группы, моя знакомая хорошая работает, это, например, группа пациентов, у которых редкие заболевания, так называемый синдром Коновалова. Вот, и по закону эта группа пациентов должна быть обеспечена лекарствами, но далеко не всегда некоторые, там, различные, там, какие-нибудь всякие врачи, чиновники не соблюдают законов, да, и, соответственно, группа пациентов борется за свои права. Но это могут быть права человека, права животных, вот, это все, что записано в законе, это все, что определяется международными конвенциями, да, и это все, что делает, ну, жизнь конкретных людей чуть-чуть лучше, или чуть-чуть не такой плохой, как она могла бы быть в случае, если эти права нарушены. Вот, это организации, которые доносят до людей новые знания, да, например, фонд Орби, которому мы также помогали, например, систематически проводят профилактические мероприятия по профилактике инсульта, да, у нас практически 30% всех смертей происходит из-за того, что люди не заботятся о своем кровообращении, вот, или ведут нездоровый образ жизни, да, вот, сегодня буквально статья, да, что в среднем, там, в общем, неконтролируемое потребление водки, да, там, где-то 20 лет у человека просто снимает, да, и здесь есть целая организация, которая борется за то, чтобы все-таки мы, ваши близкие, наши близкие вели более здоровый образ жизни, что в конечном итоге, как пример, да, приводит тоже к вполне осязаемым эффектам, вот. Занимаются мониторингом проблем, например, экологических, тоже настоящая серьезная тяжелая деятельность, да, по поводу качества воздуха, например, или по поводу несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, да, это все, в конечном итоге мы это ощущаем на, там, на том, что мы дышим, на том, что дышат наши дети, вот, и так далее. Это все вполне реальная проблема, и многие из этих вещей нельзя сделать в рамках коммерческих компаний, вот, да, в крайнем случае это будут проекты социально-предпринимательские, вот, не всегда за это успевает взяться государство, да, прежде всего потому, что это либо проблемы достаточно сложные, требующие просто вот, ну, совсем низового подхода, да, который как раз могут обеспечить некоммерческие организации, а иногда государство, ну, просто, ну, не в той роли находится, чтобы какую-то часть проблем решать, вот, и от этого возникает необходимость некоммерческих организаций, да, которые у нас существуют, кажется, чуть ли не с самого начала 90-х. Вот, в каких условиях работают некоммерческие организации? У них мало ресурсов, много хаоса и мало технических квалификаций. И вам, как IT-волонтерам, нужно это очень хорошо понимать. Но при этом, при этом, нужно тоже очень хорошо понимать, что вот даже если какая-то некоммерческая организация, на ваш взгляд, технически некомпетентна, это не значит, что они некомпетентны вовсе. То есть, скорее всего, в 90% случаев вы просто не видите и не можете себе представить, с каким ворохом проблем, огромных таких оффлайновых, да, нетехнических проблем сталкивается эта некоммерческая организация. Вот, и поэтому попытайтесь, когда вы вот сталкиваетесь с кем-то, у кого-то стоит задача, да, прежде всего настройте ваше сопереживание и обращайтесь к этим организациям с большим уважением, потому что, скорее всего, они его заслуживают. Я тоже хотел бы сказать, что, несмотря на то, что у нас происходит, то есть у нас свободная публикация задач на платформе IT-волонтер, но вот Влад Лавриченко, который, собственно, сейчас открывал этот вебинар, он занимается систематическим мониторингом, нет ли у нас на платформе каких-то жуликов, да. Вот, поэтому, как правило, и тоже доверяй, но проверяй, да, вы всегда можете проверить, да, любую некоммерческую организацию по таким показателям, например, как ОГРН, да, это, в общем, их регистрационный номер, вот, и, может быть, соответственно, проверьте на ряде там дополнительных ресурсов каких-нибудь, например, вот мне очень нравится открытый НКО, да, вы просто вводите туда название и можете узнать, откуда они получают, там, например, деньги, да, и вообще, кто у них там действительно в составе их, этих, в составе учредителей, например, вот, и, а потом посмотреть, что у них пишут в поисковых сетях, да, это никогда не вредит, но, как правило, вы будете приятно удивлены, вы узнаете много интересного, и без какого-либо сарказма это говорю, о тех, кому вы собираетесь помогать, вот, что некоммерческие организации, как правило, делают в сети, вот, ну, мы, лично я вот встречался с рядом запросов, вот, их можно, наверное, разделить на три типа, здесь меня, возможно, Влад поправит, но, вот, первое, это, вот, есть грант, но не знают, куда обратиться, да, то есть, есть дефицит каких-то, собственно, исполнителей. Есть второй вариант, когда, и это история, в том числе, с каким-то финансированием, да, то есть, мы, в принципе, предполагаем, что IT-волонтерство – это вещь бесплатная, и здесь, скорее, происходит некий обмен, обмен, скорее, символический, да, то есть, вы что-то делаете, а вас упоминают в сетях, да, вам говорят спасибо, да, вас советуют другим, вот, или другой вариант, что в этот раз вы помогли бесплатно, в следующий раз они знают, что они могут вам доверять и предлагают вам какие-то деньги на какую-то небольшую поддержку, да, вот, тоже вполне часто встречается, да, вот, когда есть какой-то грант, то они, скорее всего, даже могут деньги предложить в самом начале, но мы, но это уже на ваше усмотрение, опять же, мы позиционируем платформу IT-волонтеров как платформу некоммерческую, да, поэтому у нас здесь нет, например, стоимости какой-то задачи, вот. Второй тип, он, как правило, только предполагает некоммерческое решение, или если там какие-то деньги фигурируют, то это, как правило, предполагается, что люди просто сами из своих же, собственно, денег, вот, готовы вот вам, там, как бы, скинуть на электронный кошелек, да, вот, что-то в таком духе, да, но, как правило, это вот абсолютно некоммерческая вещь, да, потому что есть задача, да, там нужно что-то сделать, но они просто не знают как, вот. Наконец, третий тип задач, когда кто-то решает создавать какие-то новые инициативы, вот, и под это дело ищет единомышленников и, соответственно, людей, которые готовы во что-то вовлечься, да, и здесь, конечно, раз на раз не приходится, бывают, скажем так, как это, харизматичные лидеры, которые, собственно, у них вот сегодня есть идея, завтра нет идеи, вот, или уже идея надоела, да, а вы в итоге, как волонтер, немножко, в общем, сфрустрированы, да, потому что вроде как вы потратили кучу сил, а к вашему труду не сильно хорошо относятся, вот, поэтому здесь, конечно, анализ, да, того, кто это публикует, это всегда хорошая вещь, и, как правило, по нашему опыту, что некоммерческие организации с каким-то более-менее устойчивым статусом, да, зарегистрированы, вот, они обладают чуть-чуть большей стабильностью. С другой стороны, новые движения какие-то или, там, новые проекты, они, то, что называется, высокий риск, высокая награда, да, то есть, если мы посмотрим на, например, там, какие-нибудь современные, клевые всякие проекты, там, не знаю, на тот же, вот, сейчас все говорят о биткоине, он начинался вот с того, что просто один человек, да, какую-нибудь личность, которого мы не знаем, вот, написал пост на платформе, ну, вообще в списке рассылки, да, в мейл-рассылке написал какую-то информацию, информацию, что вот есть новый клевый проект, да, вот через 10 лет многие, которые занялись этим, ну, практически изменили мир, да, а многие, в том числе, и заработали, вот, поэтому здесь тоже, ну, я знаю, также сотни проектов, которые вообще никуда не продвинулись, вот, и это все закончилось достаточно негативно, по крайней мере, для людей, особенно, которые вложили, но мой личный опыт показывает, что стоит помогать, и мы, например, в 2010 году, вот, организовали быстро, во время пожаров, вот, абсолютно на волонтерском труде, действительно клевый проект, который помог тысячам людей, вот. Что нужно от вас некоммерческим организациям? Ну, во-первых, конечно, можно просто прийти и посмотреть. У нас есть на IT-волонтере раздел «Ожидают волонтеров», вот, они помечены у нас зеленым цветом, и там можно посмотреть, да, что это такое. Например, анимированная страница для платежной системы, да, это уже, то есть, для людей, которые умеют программировать и что-то там дизайнят. Ну, например, помощь настройка виджета на сайте, и речь идет про лейку, это сбор, платежный, это плагин для сбора пожертвований. Вот. Это здесь, например, программирование не требуется, но нужен хотя бы какой-то минимальный опыт по настройке, по работе с платежными системами. И хочу сказать, что на самом деле все задачи с платежными системами, они клевые, да, потому что, если вы видите себя дальше как программисты, то, ну, любая какая-то сейчас экономическая деятельность онлайн предполагает, что вы знаете, как работает, собственно, как работает платежная система, и такое знание практическое вам очень подойдет, да. Ну, дальше у нас есть целый ряд вопросов, связанных, например, с графикой, да. Создать красивую презентацию, а в презе или там в другой креативной программе. Вот. Дизайн презентации «Милосердие детям», да, вот, бренд-бук, фирменный стиль, логотип, графика. Да, это тоже, это скорее меньше для программистов, скорее для дизайнеров, вот, и это хорошие задачи, потому что здесь можно действительно руку набить очень хорошо, вот. Я не знаю, правда, какой у нас здесь в основном состав, да, то есть программисты вы или ближе к дизайнеру, дизайну и каким-то таким более креативным, ну, программистская деятельность тоже очень креативная, вот, но имеется в виду более визуальная, вот. Но здесь у нас, вот, 46 задач, по крайней мере, сейчас, и это точно хороший ресурс, который, вот, на который можно обратить внимание. Если, например, тех задач, которые вы, вот, ожидают волонтеров, вы не нашли, вы можете перейти в архив, посмотреть относительно нового. У нас просто в архив переходят те задачи, которые, которые, собственно, пролежали без отзывов, кажется, больше, более месяца. Вот. Но еще есть, помимо тех задач, которые, собственно, вот у нас на IT-волонтере, есть целый набор, ну, в целом, есть некая общая тематика того, что НКО делают, да. Во-первых, помните, что у них мало ресурсов, поэтому, если они просят сделать сайт, они, скорее всего, будут просить делать какой-то достаточно минимальный простой сайт. А если логотип, это не значит, что вы должны сделать дизайн-систему, вот, и, там, на 20 страниц бренд-бук, да. Скорее всего, они делают это что-то, что у них под очень подряд задач, да. Например, это соцсети и листовки, да, вот, и все, да. То есть вам не нужно делать, там, фирменный стиль, да, для, там, маек, кружек и всего, то, что вы бы сделали, там, для какой-нибудь фирмы, которая действительно это будет делать. Скорее всего, им действительно есть ряд задач, которые им точно нужны. Вот, это социальные сети, в целом, хороший логотип, хороший логотип векторе, вот, и то, как его использовать, вот, и, соответственно, как, вот, использовать это на различного рода печатных материалах, либо, когда они сами участвуют, либо, ну, в каких-то, либо, когда они сами публикуют, либо, когда они, например, высылают, и их логотип виднеется где-то на каких-то сторонних материалах, вот, которые они публикуют, например, у своих партнеров. Вот, кроме того, IT-волонтер позволяет посмотреть по темам, вот, и, например, если вас больше интересует, там, благотворительность, или дети и подростки, или люди с инвалидностью, вы можете, вот, по ним найти, по конкретным темам найти, соответственно, задачи, вот, и также по вашей деятельности, которая вам близка, да, вы хотите заниматься сайтами, или версткой, или баннерами, или фирменным стилем, вот, у нас есть по тегам, да, вы можете кликнуть, посмотреть на теги. Вот, теперь, очень важно, что ожидать от помощи? Коммуникация, 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 да, чем больше вы говорите, чем больше вы слушаете, и старайтесь созваниваться, да, самое лучшее, если вы можете встретиться, если нет, то постарайтесь поговорить по скайпу, да, это очень важно, потому что от этого будет зависеть успех вашего проекта, вот, доверяйте, но проверяйте. Очень часто некоммерческие организации не разбираются в технологических терминах, и поэтому нужно спрашивать, нужно проверять, действительно ли вы этого хотите, да, а что у вас там, а кто этим будет заниматься, а есть ли у вас ресурсы на поддержку этого проекта, потому что очень часто организации не задают себе этих вопросов, возможно, вам стоит их задать, да, потому что, как правило, они обращаются к IT-волонтерам, как к людям с большим набором квалификаций и навыков, да, они ожидают от вас совета, вот, поэтому очень часто то, что вот мы видим, да, какие бывают проблемы, да, то, что с одной стороны IT-волонтер думает, что некоммерческая организация знает лучше, а некоммерческая организация думает, что IT-волонтер знает лучше, поэтому это все происходит в неком таком, как бы, ну, непонятно, да, что делать, вот, поэтому постарайтесь побольше поговорить. Мы здесь подготовили ряд мероприятий, ряд статей, да, которые, возможно, вам помогут, вот, у нас есть на пасеке, у нас есть чек-листы, я вам сейчас эти все ссылочки пришлю, вот. Третий пункт. Думайте о проблеме, а не о предлагаемом решении. Очень часто некоммерческие организации приходят к вам уже с готовым решением, они, скорее всего, это описывают уже в описании задачи, вот. И у вас прежде всего стоит задача, чего им действительно нужно. Вот пример, да, к вам приходит организация и говорит, нам нужна карта всех проблем, или, там, нужна база данных экспертов, вот, выговорить зачем, да, это первое, что вам нужно, первый вопрос, который вам нужно задать, да, при этом будьте уважительны, скорее всего, если организация умная, то, скорее всего, она очень быстро ответит, вот. Если организация об этом не подумала, то, наверное, это будет полезный вопрос, да, но не предполагайте изначально, что организация знает либо слишком много, либо слишком мало, вот. Скорее всего, были какие-то причины, которые заставили некоммерческую организацию, ну, вот, прийти с каким-то решением. Но очень часто, вот, многие все-таки ориентируются на инструменты, они увидели, что кто-то где-то использовал, но у них, например, нет данных по статистике, а пользовался ли этим инструментом кто-то, кто-то видит, что вот красивая штука, но работает ли она, да, они этого не знают, вот. И это, на самом деле, дает вам хорошие инструменты для того, и хороший повод действительно начать говорить, что же действительно нужно, вот. Четвертое. Успешная задача – это компромисс между двумя эго. Это между вашим эго, да, это вашим, собственно, вот я могу, я знаю, и вот я считаю, что так нужно. И точно такое же эго есть у некоммерческой организации, да, они точно так же считают, что вот они правы, да, вот. Поэтому всегда следует понимать, что нужно идти на компромисс, да, что нужно в чем-то уступить им и в чем-то настаивать на своем, да, что вы где-то там встретитесь на полпути, да, вот. При том, что каждый из вас будет использовать какие-то важные квалификации, которые у вас есть. Помните всегда недостатки ресурсов, то, скорее всего, что это значит, что просто нужно решение предлагать, которое бы не сильно требовали от некоммерческой организации каких-то затрат на там координацию, да, то есть не пытайтесь, и они приходят к вам и говорят, нам нужен сайт, а вы, нет, давайте сделаем такой офигенный портал, который вообще будет помогать спасать всю планету. Вот это вот, а они говорят, ну, у нас кто-то тоже этим будет пользоваться. А вы им говорите, да, мы сейчас такого робота сделаем, в общем, искусственный интеллект и все-все круто, а потом на каком-то моменте понимаете, на самом деле, что-то искусственного интеллекта уже не сделать, вот, а вроде как признаться в том, что не получилось, уже поздно, уже вы потеряете лицо, вот, поэтому в такие ситуации лучше не попадать, вот. Ну, и, наверное, такие логистические вопросы, да, запланируйте минимум 8 часов вашего чистого времени и столько же на общение, то есть 8 часов только на работу по задаче и 8 только на общение, да, там, на имейлы, на проверки, вот. Приготовьтесь к тому, что они могут не всегда, там, быстро отвечать, тоже такая ситуация имеет место быть, вот. Но чтобы вы просто были готовы к этому, да, что это занимает какое-то время. Вот, и какие-то задачи у нас, там, два часа, например, занимают какие-то, там, аж 40, да, вот, а больше всего занимают задачи по созданию сайта. Но если вы готовы к этому морально, да, вам уже проще, вот. Наконец, последнее я бы хотел всем просто обязательно, чтобы вы прочитали материал Андрея Миссюрёва, да, по поводу ошибок, которые могут совершать люди, которые помогают некоммерческим организациям. Вот, во многом я из них, часть из них описал, вот. И на этом я, наверное, хотел бы завершить и дать слово своим коллегам, вот. Ну, может быть, я не знаю, вопрос, наверное, к Владу. Влад, как нам лучше, вопросы на уточнение сейчас или уже в самом конце? Давайте сейчас, если есть вопросы, чтобы по горяченькому Алексея спросить. Задавайте вопросы, вот, если какие есть. Кто-то уже вообще работал с волонтерами? Ну, точнее, с некоммерческими организациями. Нет, с некоммерческими организациями. Так, что-то у нас, наши слушатели... Ну, видимо, вопросов нет. Хорошо, коллеги, я здесь в любом случае никуда не ухожу, вот, поэтому вы можете их мне чуть-чуть попозже задать. И, кстати, опять же, нет плохих вопросов. Нет плохих вопросов. В общем, поэтому можно задавать любые. Если вам что-то непонятно, вот. Да, Алексей, спасибо. Хорошо, я тогда отключаюсь. Точнее, видео отключаю. Ага, спасибо. Диана уже отозвалась, и я тогда приглашаю включить в видеомикрофон. Диана, Диана фрилансер, активная IT-волонтер. И, наверное, исходя из своего богатого опыта, я даже не помню, наверное, двухлетнего опыта работы с некоммерческой организацией, она, ну, в какой-то мере продолжит, в какой-то мере подтвердит, а может опровергнет то, что сказал Алексей. То есть, ну, расскажет, что значит, вот, решать задачи, что значит сотрудничать с НКО, какие есть подводные камни, в чем интерес, польза и выгода. Диана, вы можете включить камеру и микрофон? Диана, мы вас ждем очень-очень. Так, да, неловкий момент. Диана, давайте я напишу в чате, может быть, проблемы со звуком, тогда мы прервемся на отладку. Давайте пока, может быть, ответим на вопрос Максима Кормильцева. Можно ли сотрудничать с НКО в IT, не имея опыта работы после университета? Влад, ты ответишь или мне ответить? Давай я начну отвечать. Максим, я даже очень вас призываю начать сотрудничать с НКО, если у вас нет опыта, потому что платформа IT-волонтера, это как раз то место, где можно попробовать потренироваться на реальных кейсах. Тут главное, чтобы предупредить автора задачи о своем уровне квалификации, что вы реально можете сделать, чего нет и вперед. Потому что у многих НКО, на самом деле, не всегда высокий уровень запроса к конкретному продукту. Алексей говорил, что если это логотип, то он может быть, если бренд-бук, это может быть не целая система, это, например, несколько позиций в этом бренд-буке, если логотип, он может быть проще, чем дизайн-студия предложит. Но я вас в случае очень призываю начать сотрудничать. Возможности, да? То есть опыт, ну, под опытом работы вы имеете в виду просто какого-то коммерческого создания, при этом то, что у вас какие-то навыки по IT есть. Или это вот абсолютный ноль, то есть, ну, как бы вы ничего не знаете. Потому что здесь, как бы, есть некий минимальный уровень, да, ниже которого, конечно, наверное, ну, это может завести, скажем так, ситуацию такую не очень хорошую, но, как вот Влад сказал, начинать, ну, то есть этот минимальный уровень достаточно низкий. Да, то есть, мне кажется, и мало того, действительно, IT-волонтеры это прекрасное место его повыше. Отлично, коллеги, я готов. Я тогда начну свою презентацию. Мы немножко поменяем последовательность. Если предполагалось, что Диана поделится с вами своим опытом работы с конкретными задачами, расскажет, что стоит за решением задач, как она общалась с некоммерческими организациями, какая есть в этом польза подводные камни, я должен был потом рассказать о правилах пользования платформой IT-волонтер, нюансах, особенностях. Вот я сейчас тогда с этого начну, а потом Диана подключится. И, кстати, Диана, если вы слышите, можете тогда в любое время подключаться. Я думаю, что у нас тогда с вами будет какой-то диалог. А, так вы здесь, Диана? Я готов вам уступить. Диана, вы здесь? Вы можете включить камеру и микрофон? Коллеги, прошу прощения за заминку. Сейчас мы с Дианой определимся, потому что я вижу, что в чате Диана пишет, но камеру и микрофон не включает. А, Диана, вам нужно с левой стороны большая кнопка «Говорим» нажать, и тогда вас будет слышно. Есть. Секунду. Меня слышно? Диана, и видео. А камеру тоже надо включить. Секунду. Что-то не хочет камера моей включить. Меня слышно? Да, вас слышно. Отлично слышно. Что-то не хочет камера моей включаться. Достаточно зло. Ну, давай, чем нам презентацию, может быть, включим. Ну, камера не обязательно, мы будем вас слушать. Достаточно зло. Ну, давай, чем нам презентацию, может быть, включим. Да, сейчас, секунду, я запущу презентацию. Нет. Она появилась у вас? Нет. Алексей, тогда у меня просьба, ты можешь свою презентацию свернуть, чтобы запустилась следующая? Ну, пока ее надо как-то медленно листать. О, есть, я вижу. А можете листать? Ну, пока ее надо как-то медленно листать. Хорошо. Окей. Все, Диана, тогда прошу прощения, начинайте. Всем привет. Меня зовут Диана, я из города Владикавказ. Занимаюсь IT-волонтерством уже второй год. В феврале, собственно, будет два года. Начала я заниматься волонтерством как таковым уже давно. Помогаю местным фондам. Но вот IT, перешла на IT только два года как. Как все началось, я участвовала в проекте студневки. Если вы знаете, есть такие проекты по личностному росту. И одним из условий было найти какое-то новое направление деятельности. Собственно, вот я нашла эту платформу, зарегистрировалась. Я дизайнер в сфере полиграфии. Я не делаю сайты. Когда я решила несколько задач на этой платформе, мне очень понравилось общение с различными фондами. Поскольку я сама фондовский сотрудник, можно так сказать. Мы с ними на одной волне. Я хорошо понимаю их задачи, что им нужно, зачем им нужно. Мы, так сказать, на одной волне. Что могу сказать по регистрации на сайте. Очень важно определиться, какие задачи вы будете решать. Какие у вас есть навыки и в каких областях. То есть, если вы не делаете логотипы, лучше не пишите об этом. Если вы не делаете сайты, сайты также не пишите, что возможно, я сделаю сайт, а может быть и не сделаю. То есть, то, в чем вы уверены, вы это и отмечайте. По поводу ссылок на социальные сети. У меня они есть, как видите, и в Facebook, и в ВКонтакте. Вы их ставьте, если вы уверены, что вам нравится общаться на этих платформах также с фондами. Потому что, возможно, они вам туда тоже будут писать. Если вы не хотите с ними общаться на Facebook, в ВКонтакте, не указывайте. Ну, mail, естественно, обязательно. Телефон. Также, если вы готовы по WhatsApp общаться, по какие-то другие мессенджеры, то указывайте, почему нет. Можно дальше перелеснуть, Влад. Или кто руководит моей презентацией. А, я сама могу. Ну, интересно, как? Вот. Рядом со слайдами, видите? Там, ну, то есть, влево-вправо, там такой панель. Нет? Нет, у меня такой панельки. Хорошо, давайте я тогда буду просто пересмечать по вашему... Вот, смотрите. Значит, ну, как выбрать задачу, здесь уже тоже это говорилось, по мере своих временных возможностей, профессиональных возможностей. И обязательно следите за тем, когда фонд выбрал вас в качестве исполнителя, чтобы они это отмечали на сайте. Чтобы напротив вас они поставили вот такую зелененькую птичку. Потому что, если они это изначально не сделают, придется обращаться к Владу потом, чтобы завершить задачу. Новшество появилось на сайте, можно загрузить скриншот результата. Вы его здесь видите. Это тоже полезно для того, чтобы люди, которые будут к вам обращаться, смогли увидеть, как вы выполняете работу, какие у вас результаты. Можно дальше прокрутить. Вот такой у нас результат был. Вот такой отзыв мне написала Надежда. К этим отзывам мы еще вернемся. Зачем они, почему они нужны и важны. Что касается самих заданий, просите написать техническое задание вам. Нормальное, настоящее. Не довольствуетесь какими-то переписками в WhatsApp, на почте и так далее. Все должно быть четко. Если это полиграфия, какие размеры, для чего, где будет печататься и так далее. Если это сайт, полное описание, какие кнопки там должны быть, зачем вообще этот сайт нужен, какие у него будут функции. Если вы на берегу не договоритесь, потом вы будете много раз переделывать что-то. И будут все недовольны, и вы, и фонд. И очень важно, наверное, самое важное, но лично для меня, определиться со сроками. Обязательно уточняйте, когда это нужно. Через день, через месяц, через неделю. Все сразу выясняйте. Чтобы и вы не подвели, и чтобы не было так, что вам приходится бросать свою основную работу для того, чтобы успеть сделать эту работу волонтерскую. Волонтерство должно быть в удовольствии, а не с каким-то напряжением, с какими-то проблемами. Давайте еще перевернем. Подальше. Что касается постоянного сотрудничества. Скажу так, что с большинством фондов я сотрудничала повторно. Практически никогда не бывает, что на одной задаче мы останавливаемся и прощаемся. Вот с фондом Орби я сотрудничала, наверное, в течение года. Вот они даже обо мне пишут, что я для них уже как сотрудник. Очень прекрасные ребята делают хорошее дело. И даже мы с ними решили не только IT-проблемы, но они помогли одной женщине, которую я к ним направила. Она была в Москве, в тяжелой ситуации. И написала я письмо сотрудникам Орби, они ее взяли под свое крыло. То есть такое сотрудничество тоже бывает после IT. Можно дальше перевернуть. Это благодарности. Это то, что вы получаете от фондов. Я, конечно, не знаю, кто тут в каких городах. Слышала, что Саратов тут очень популярный. Но скажу так, что город Владикавказ представлен на платформе, наверное, только мной. Довольно-таки небольшой город. Где-то там далеко, в горах. Для меня эти благодарности – это большой плюс к портфолио. То есть, когда меня местные заказчики, коммерческие заказчики спрашивают, а где мы можем посмотреть ваши работы, а как мы можем оценить вашу квалификацию. Вместе с работами я им показываю вот эти благодарности, благодаряшки, как я их называю. И они производят на них очень большое впечатление. Тем более, что чаще всего я работаю с московскими фондами. Так уж получилось, что от них больше всего задач. Это дает большой вес любому IT-сотруднику, работнику. Давайте дальше перевернем. Далее. Это просто такая вот чистой воды радость. Можно еще получить настоящие письма. Вот ребята из Карелии мне прислали такую открытку, которую можно посадить, и из нее вырастет цветок. Представляете? У меня пока еще рука не поднялась до сих пор посадить эту открытку, честно говоря. Рисуют эти открытки особенные детки. И радости моей не было предела, когда я получила это письмо. Давайте дальше. Недавняя совершенно акция. Перед Новым годом ребята собирали конфеты для детей. Детдома, сложные семьи и так далее. Они собрали более тонны конфет. Представляете? Давайте дальше. Вот они меня отблагодарили тоже письмом. Они мне прислали свой значок, свою открытку и так далее. Я не знаю, кому нужны деньги. Мне, для меня это лучше всего подарок. Давайте дальше поедем. Что-то у нас такое грузится. Отзывы. Значит, смотрите. Вот тот парень спрашивал, да, по-моему, это был парень, который только закончил там что-то и хочет поработать, да. Я думаю, что это прекрасная возможность наработать себе отзывы. Если вы даже не имея коммерческого опыта захотите устроиться на работу в какую-то компанию и покажете отзывы, которые вам напишут фонды, а поверьте, лучше них о вас никто не скажет. Настолько искренне их благодарность. Это будет иметь большой плюс для вас. Я думаю, такого сотрудника захотят взять на работу. Потому что тот, кто способен хорошо выполнять работу бесплатно, просто от души, уж точно за деньги тоже сделает все хорошо. Давайте дальше. Это моя карта добра. Вы видите города, с которыми я сотрудничала и сотрудничаю, с которыми я дружу. Это еще не все, это те, с кем я постоянно действительно работаю. Их достаточно много. Мы общаемся, мы не забываем друг о друге. Это уже не просто люди, которым вы там помогли, может быть, одноразовым, может быть, много раз. Это уже ваши друзья. То есть, кроме того, что вы нарабатываете опыт, кроме того, что вы получаете рекомендации, вы получаете друзей. Причем самых искренних и настоящих. Поэтому я всем рекомендую присоединяться к нам. Давайте скажем о негативных моментах. Их немножко, но они есть. Во-первых, мое такое кредо, я не работаю с фондами, которые просят у меня портфолио. Почему? Потому что я прихожу к ним, я протягиваю руку помощи, которая им нужна. И если ко мне начинают относиться как к коммерческому исполнителю, а это именно так и получается. Ну, не знаю, кому как, мне лично это не нравится. Если прямо с меня требуют, нет, пока вы не покажете портфолио, мы вам не пришлем задачу, ну и не присылайте. С такими ребятами я не дружу. Они очень редко встречаются, на моем пути только два или три случая было таких. Но с ними я всегда прощаюсь, потому что изначально понятно, что там дружба уже не получится. Бывают еще фонды, которые начинают думать, что вы действительно их сотрудник, и присылать вам чуть ли не каждый день какие-то задачи. С ними тоже нужно, конечно, очень уважительно, потому что все они герои, так же, как и все вы. Но нужно немножко ставить приоритеты, ставить рамки общения, для того, чтобы не получилось, что вам неприятно что-то, и им что-то неприятно. Но это бывает очень и очень редко. В основном эта платформа и решение этих задач приносит только большой позитив, большую радость и большие плюсы. Ну, собственно, у меня все, Влад, что-то так быстро уложилось. Диана, спасибо большое, очень круто. Возможно, есть вопросы уточнения у слушателей? Да, если кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста. Можете написать. Да, может быть, пока пишут, позвольте мне задать вопрос. Алексей говорил о том, что когда берешься за задачу, то нужно сверху закладывать. То ли все стесняются, то ли вопрос от никого нет. Диана, вы меня слышите? Диана? Вы меня слышите? Диана? Почему-то так получается, что все слушатели меня слышат. Слышу, слышу, я слышу, я слышу, я слышу. Задержка, видимо. Позвольте, я тогда задам вопрос. Алексей говорил о том, что когда берешь задачу, откликаешься на задачу, то сверху нужно закладывать примерно столько же времени на общение, на коммуникацию. Вот из вашего опыта. Скажите, так ли есть такое соотношение? И, например, когда задачи ставят под тегом несложно. Вот для вас какая задача является несложной? Окей, да, Диана, я вижу, что прерывается. Давайте я напишу в чате вопрос. Коллеги, еще, может быть, пишите в чате свои вопросы, чтобы у нас пауза не возникала. Я сейчас напишу. Ну, вы смотрите, какая задача. Задача является несложной. То есть я дизайнер полиграфии. Соответственно, для меня несложно сделать визитку, буклет, журнал, что-то для соцсетей, шапку ВКонтакте, логотип, фирменный стиль. Ну, то есть то, что я и так делаю каждый день. То есть я не беру задачи, в которых я ничего не смыслю. Или с которыми я очень редко сталкивалась. Для того, чтобы именно они мне не занимали очень много времени. Да, я слышала, что Алексей говорил 50 на 50. Я здесь не соглашусь, потому что из моего опыта я настолько, ну, настолько много не уделяю внимания общению. Я общаюсь в основном через почту. Ну, с такими, как Орби, да, я общаюсь еще и в Фейсбуке с постоянными. Но общение происходит очень, ну, довольно-таки краткое, то есть по делу. И я бы не сказала, что это столько времени занимает. Я бы сказала 70 на 30. 30% это общение, 70% это реализация. Кроме того, большинство фондов, надо сказать им спасибо, умеют составлять техническое задание на отлично. И поэтому вопросов бывает мало. Ну, по крайней мере, это касается полиграфии. Нет, 70% это реализация, а 30% это общение. Наоборот. Да, 30% это общение, да. Но это касается полиграфии. Возможно, если делать сайты, там как-то по-другому все это происходит. Может быть, там гораздо больше уточнений, скорее всего, так. По полиграфии мне не нужно много общаться с ними. Как правило, мы с ними выбираем там из двух-трех вариантов, ну, допустим, того же буклета, да, и просто дорабатываем его. Но это немного времени занимает на самом деле. Окей, Диана, спасибо. Коллеги, может быть, кто-нибудь еще дополнит вопрос? Или свой задаст вопрос? Если нет, Диана, спасибо большое. Тогда вы, может быть, отключите звук, но далеко не уходите. Может быть, попутно еще возникнут вопросы. Хорошо. А я тогда перейду к своей части. Так, секунду, я запущу свою презентацию. Хорошо. Единственное, Алексей, наверное, у меня будет к тебе просьба, потому что у тебя появилось право на управление презентациями. Ты можешь свернуть презентацию Дианы и свою? Может быть, тогда ко мне вернется возможность запустить свою презентацию? Да, я сейчас проверю. Да, есть, все, появилось. Спасибо. Значит, коллеги, завершающая финальная часть вебинара, о чем хотелось сегодня рассказать, это непосредственно о самой платформе, о самом сайте, где происходит вот этот контакт между некоммерческими организациями и специалистами. Это небольшая часть от меня, так как я курирую работу платформы. Я хочу вам дать небольшой такой обзор о правилах, основных правилах работы. И, ну, может быть, у вас будут отвечающие вопросы. И, на самом деле, надеюсь, что вот именно моя заключающая часть станет такой воодушевляющей, чтобы вы после этого перешли на сайт и откликнулись на какую-нибудь из задач. Значит, как Алексей говорил и Диана подтвердила, что основная цель работы платформы – это сделать волонтерство понятным и удобным для вас и для некоммерческих организаций. Оно работает, платформа работает по модели. С одной стороны, есть те некоммерческие организации, которые просят, которым нужна помощь, которые просят о помощи. И, с другой стороны, есть вы, которые откликаются и оказывают такую помощь. Некоммерческие организации обращаются на платформу за различной помощью, за различными консультациями. И в центре всего находятся задачи. То есть и помощь, и консультация, и они оформляются в своего рода заявки. Поэтому, заходя на главную проекта, первое, что вы видите – это открытые задачи, которые ожидают IT-волонтеров. Это актуальные задачи, они размещены некоммерческими организациями, и отображаются эти задачи в хронологическом порядке по времени их публикации. То есть этот скриншот я сделал сегодня с утра, и вот сейчас заходил на сайт. Там плюс две задачи, которые были взяты в работу. Значит, Алексей уже говорил о том, что задачи можно рассматривать по фильтру, по тегам. И это к тому, что задачи в основном связаны с программированием, с созданием сайта, с дизайном, веб-дизайном, графическим дизайном. Но задачи этим не исчерпываются. Есть ряд задач, их достаточно много, они связаны с другими компетенциями, которые могут быть полезны в диджитал-сфере. И копирайтинг, фото-редактура, видеомонтаж, нейминг и так далее. То есть, если вы не являетесь дизайнером или программистом, то вы тоже можете быть IT-волонтером, в нашем понимании этого слова, и откликаться на публикуемые задачи. Каждая задача имеет свой статус. Три активных статуса. Это задача опубликована, она ожидает волонтера с зеленым обозначением. Задача перемещается в работу, если откликнулся волонтер, она становится оранжевой. И если задача решена, она становится серой-черной. Есть еще задачи в архиве, это те, например, задачи, которые уже не актуальны, они перемещаются в архив автоматически. Или, если, например, долго автор задачи не посещал страницу, то есть задача перестала быть интересной или перестала быть актуальной. Также туда перемещаются задачи, которые сняты с публикации, ну, например, если они опубликованы коммерческими компаниями. Вот, например, актуальная задача, она сейчас на сайте есть, Алексей уже о ней говорил, это фонд «Настенька». Большой фонд, он помогает детям с тяжелыми заболеваниями, в основном это онкология. Фонд помогает в тех ситуациях, когда, например, медицинские учреждения не могут оперативно помочь, например, если нет специалистов в конкретном регионе или нужны дорогие лекарства, у родителей нет денег. Поэтому фонд часто обращается к аудитории, к жертвователям для того, чтобы они помогли собрать деньги. Деньги собираются через сайт, через электронные пожертвования. Поэтому, например, эта задача, она актуальна вдвойне, она действительно помогает фонду дальше помогать, оказывать адресную помощь конкретному ребенку. Поэтому, когда вы смотрите на эту задачу, вы обращайте внимание на нижнее поле описания, описание деятельности организации, чтобы понимать, что действительно эта задача очень важная. И когда фонд просит помочь настроить страницы платежной системы, то это то, о чем говорил Алексей, это напрямую спасение жизни. Даже не в кавычках, это напрямую спасение жизни. Задача выглядит так, наверху это заголовок задачи, потом есть краткое описание. Очень часто некоммерческие фонды не пишут описание в рамках ТЗ, потому что, или, например, у них нет представления, как это оформить в виде технического задания, или, например, как в этом случае, очень сложно описать, какая именно помощь в настройке нужна. Поэтому тут дается прямой контакт почта, с которой можно связаться и уточнить. Вы просматриваете эту задачу, если видите, что вам потенциально посильна, она вам интересна, вы хотите включиться в работу благотворительного фонда Настенька или других схожих, вы нажимаете зеленую кнопку «Предложить помощь». Тогда Кристине приходит письмо-отбивка на почту о том, что какой-то IT-волонтер откликнулся на ее задачу, и в письме приходит ваша почта, которую вы указали в профиле, и ссылка в целом на профиль. У нас нет возможности организовать общение на платформе. Это, наверное, не нужно, потому что у каждого из вас есть любимый, предпочитаемый метод общения, или через мессенджеры, или по скайпу, или по телефону. Поэтому вы договариваетесь с автором задачи, как будете общаться, конкретизируете, что нужно делать, и если вы сходитесь в интересах и возможностях, то тогда автор задачи приводит эту самую задачу в статус в работе. Вам же тогда приходит такая отбивка на почту. Это пример «Добрый день, Мария». Вы были утверждены как участник задачи интегрировать контент тильды с WordPress с помощью этого плагина, название задачи. И дальше такая приятная часть «Это очень здорово, и мы верим в вас, это правда». И ссылка на профиль. Все, задача в работе. Я вот сделал скриншот с другой задачей, которая находится в работе, где откликнулись IT-волонтеры. Вы можете обратить внимание, что откликнуться может не один человек, их может быть несколько. Тогда, вот в данном случае, Анастасия Петрушкина, она общалась с несколькими IT-волонтерами. Они обсуждали, смогут ли они помочь создать веб-сайт, смогут ли они выполнить запрос конкретной этой организации, сроки и так далее. И, видимо, выбрала из всех откликнувшихся IT-волонтеров Виктора. Поставила галочку напротив его имени. Диана тоже говорила, что это очень важно. Потому что там дальше, если не поставить галочку, то ломается логика внутри этой системы. Перевела задачу в статус в работе. Задача пропадает с первого главного экрана. И, на самом деле, происходит где-то там общение и взаимодействие между Анастасией Петрушкиной и Виктором. Как задача решена? Как они договорились, приняли работу, то Анастасия возвращается на платформу и меняет статус задачи. Она ее переводит в статус «Решено», «Завершена задача». Вот, как, например, эта задача, это следующий скриншот. Задачу поставил Владимир Воскевич. Я вам говорил, что мне очень важно обращать внимание на описание задачи, для кого она делается. Вот, если прочитать, то Владимир Воскевич, он является сотрудником некоммерческой организации «Белая трость». Сам Владимир Воскевич, он незрячий, и он также помогает людям, которые потеряли зрение. Чем меня эта задача зацепила? Это дело тем, что он, Владимир Воскевич, он ведет паблики в социальных сетях. И вот представьте, в чем особенность этой задачи. Он просит оформить группу в социальных сетях. То есть, даже не видя оформления нынешнего, он предполагает, что можно сделать лучше для нас, для пользователей, для людей, которые будут пользоваться этой группой. И обращается за помощью к этим волонтерам, для того, чтобы они помогли улучшить оформление. На эту задачу также откликнулось несколько тем волонтеров. Помогла, насколько я понял, Юлия Кононова, и Владимир Воскевич оставил отзыв на ее работу. Вот такое письмо, примерно такое же письмо он получил по завершению задачи, когда он сам ее закрыл. С предложением оставить отзыв, ну, такое напоминание, потому что не все с одним кинкаун помнят об этом. Они могут напрямую в скайпе, например, своего этим волонтера поблагодарить. Но важно, чтобы еще в профиле этим волонтерам появился этот отзыв. Чтобы другие, например, авторы задачи видели, насколько это надежный исполнитель. Вот он получил такое письмо на почту и перешел в профиль Юлии Кононова. Я оставил следующий отзыв. Благодарен Юлию, задача успешно закрыта. Сделано все, как я просил. Приятно было работать и общаться. Рекомендую этого пользователя. Юлия же в ответ получила уведомление на почту о том, что задача завершена. И она тоже может оставить отзыв на работу с автором задачи. Это очень важно для того, чтобы получалась взаимная система отзывов на того, кто делал задачу, на того, кто ставил задачу. Отзыв вам понравился работать с этим автором задачи. Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв о этом человеке, с которым вы работали. Это очень важно. И, например, отзыв, который оставила Диана на одного из авторов задачи, на Виктора Налейкина. Отзыв был оставлен две недели назад, 15 января. Рада была помочь. Если что-то нужно будет еще сделать или переделать, обращайтесь. Задача была понятная. Спасибо за терпение и спокойное ожидание. Таким образом, появляется система отзывов. Она действительно работает. Представьте, что на платформе очень много людей, которые между собой не знакомы, не знают друг друга. Они знают особенности общения друг с другом. У кого какой уровень квалификации, у кого какие запросы. Эти отзывы помогают сориентироваться, понять, кто действительно надежный исполнитель, а кто адекватный и хороший автор. Например, из примеров отзывов на отзывы Алексея Клесова. Спасибо большое за помощь. Алексей не только помог, но и научил пользоваться, создать Google документы. Все быстро и просто. Рекомендуемая этого пользователя. Или такое все четко, быстро, профессионально. Очень рады, что за нашим ресурсом приглядывает такой IT-специалист. Кроме отзывов, существует еще система баллов и рейтингов. Это пример скриншот с профиля Елены Брюханковой. Диана в своем рассказе говорила о важности заполнения профиля. Это действительно очень важно. Представьте, что человек о вас не знает ничего. И ему очень сложно принять решение, чтобы доверить какую-то задачу именно вам. Потому что задачи бывают важные. Они бывают срочные. Иногда предлагают за решение какие-то деньги. То есть нужно выбрать правильного пользователя. И заполнение вашего профиля помогает это сделать. Например, обратите внимание, что Елена Брюханкова указала свое настоящее имя, а не никнейм. Это повышает доверие к человеку. Она сразу указала, что она является графическим дизайнером. Заполнила поле обо мне. Написала, что у нее есть опыт работы с дизайном. И написала, что она хочет найти, чем интересна участие в этой платформе. И указала действительно, что она может сделать, чем может помочь. В инфобоксе с правой стороны есть другие показатели, кроме отзывов. Например, первый показатель – это рейтинг. Рейтинг – это очень важный показатель, наверное, самый важный. Потому что рейтинг присваивается, если вы решили задачу. Если вы успешно решили задачу, получили положительный отзыв, тогда вам добавляется плюс один в ваш рейтинг. И сотрудник некоммерческой организации, заходя в ваш профиль, он сразу видит, что вы действительно активный IT-волонтер, вы помогаете, у вас хорошие отзывы. И тогда он с удовольствием принимает ваш отзыв на помощь. Следующий показатель – опыт. Этот показатель показывает, насколько вы активны на платформе, насколько вы давно зарегистрировались, насколько часто вы комментируете другие задачи, консультируете. Насколько, например, насколько часто вы предлагаете свою помощь другим некоммерческим организациям. Дальше идет участие в задачах. Например, у Елены Бреханковой стоит 3-3. Это значит, что три задачи она решила, и все три задачи закрыты. Созданные задачи по нулям предпоказывают на то, что Елена включается в задачи других некоммерческих организаций, и сама задачи не ставит. И Елене сказали спасибо два раза. В этом немножко позже. Ну вот, скриншот с сайта. В правилах у нас есть расчет рейтингов и опыта, за что они начисляются, за что снимаются. Этим волонтерам баллы они всегда начисляются во всех случаях. У авторов задачи в одном случае они могут сниматься. Если, когда автор задачи ставит новую задачу, то у него минусуются баллы. Это сделано для того, чтобы показать, например, если кто-то злоупотребляет публикацией задач, то у него будет там большой минус. Это должно немножко вызвать вопрос, почему так. Но, с другой стороны, в этом тоже нет ничего плохого, если просто некоммерческие организации ставят публику и задачи. И про спасибо есть такая возможность перейти в профиль. Я вот вернусь в профиль Елены. Там у нее под фотографией есть кнопочка синяя «Сказать спасибо». Это очень символический жест. Он ничего не значит, но он очень приятный. Представьте, что вы решили задачу, и какой-то случайный пользователь, который просматривает решенные задачи, или ваш профиль, он просто воодушевился вашей работой. Соблема техническая, как вы слышали, Влад вдруг пропал. Я, к сожалению, не могу даже включить здесь его презентацию или кликать его презентацию, пока он не вернулся, собственно. Пока давайте, может быть, пока он переподключается. Я, возможно, отметил бы на ваши вопросы. Алексей, я прошу прощения, вот пишет, что меня слышно. Так и какой-то механики, лучших практик. Ну, всего, что, собственно... А, Влада прекрасно слышно? А, да, сейчас слышу. Ой, все. Ты у меня просто пропал. А у остальных я был слышен, то есть мне не надо повторять, я продолжу. Супер. Ну, вот представьте, что вы закрыли задачу, вам ваша некоммерческая организация написала хороший, приятный отзыв, но потом другие пользователи платформы просто просматривают задачи, просматривают профили и, ну, наверное, воодушевляются вашим решением, вашим желанием помочь и просто говорят спасибо. Вот просто нажимают эту кнопочку, вам приходят уведомления на вашу почту. Ну, правда, это чертовски приятно, когда такое происходит. Ну, вот скриншот из письма. Добрый день, Мария Борисенок. Хорошие новости. Пользователь Алексей Клесов поблагодарил вас за вашу работу. Все мелочи, но приятно. И Диана уже говорила о том, что есть возможность добавлять скриншоты вашей работы. Это важно для того, чтобы вы публично показывали, что работа действительно сделана. Например, это важно в тех случаях, если почему-то сотрудник некоммерческой организации может вам написать не совсем хороший отзыв, другие пользователи могут посмотреть, что все окей, работа решена, достаточно хорошего качества. И в целом загрузка скриншотов, она позволяет показывать ваш уровень работы, компетенции, чтобы, например, к вам обращались только те, у кого устраивает и нравится ваша работа. Дальше у меня слайд, о котором мы уже поговорили, и Алексей, и Диана уже поговорили о сложности в коммуникациях с некоммерческими организациями. Это не всегда сложности, это, возможно, какие-то особенности в коммуникации. Также Диана рассказала о том, что не все некоммерческие организации изначально ставят технические задания в описании задач. Это не должно вас останавливать, на это есть множество разных причин, поэтому я вас призываю, если вы видите задачу, она вам потенциально посильна и интересна, то откликайтесь и дальше уже в переписке с авторами задачи уточняйте техническое задание. Ну, бывают различные случаи, поэтому если отсутствует техническое задание, то это не всегда для вас какой-то негативный сигнал. И различия в ожиданиях, об этом тоже кратко говорили Алексей и Диана. Лучше, если вы будете договариваться, во-первых, на берегу, уточнять запросы, и, как Диана говорила, оформлять это обязательно в какое-то описание, техническое задание не техническое задание, но чтобы у вас перед глазами всегда была ваша договоренность. И, ну вот, Диана предпочитает не показывать портфолио, некоторые, я наоборот, знаю, начинают общение с того, что отправляют ссылки на портфолио, зачастую это может снять какие-то вопросы и недоговоренности. Я бы, наверное, на этом завершил такую вводную часть с своим вопросом, у кого уже есть профиль в IT-волонтере, или кто уже недавно зарегистрировался и готов включиться в решение задачи. Я, со своей стороны, могу вам помочь, проконсультировать. Если у вас много сомнений, можем найти очень хорошую некоммерческую организацию, чтобы первый ваш опыт, он был точно положительный. Можем подобрать какую-то совершенно несложную задачу, если у вас минимальный опыт. Для меня главное, чтобы вы начали работать, начали работать сегодня. Вот первый вопрос. Напишите, у кого есть профиль в IT-волонтере? Александр Гусев, я знаю, что у вас есть, Диана, вы тоже можете не писать. Остальные слушатели у кого-нибудь есть? Вероника есть, спасибо. Вопрос к Ольге. У вас есть профиль, и вы уже сотрудничали в качестве IT-волонтера? Ольга, это был положительный опыт? Спасибо. Коллеги, тогда у меня просьба, чтобы вы, если здесь присутствуют потенциальные IT-волонтеры, чтобы вы все-таки зарегистрировались. Я вам в ссылке... На самом деле, у вас уже есть моя почта, мы можем отдельно с вами пообщаться, если у вас остались какие-то вопросы. Спасибо Алексею, спасибо Диане за то, что они нашли время и поговорили с нами, поделились опытом, это правда очень круто. Запись вебинара я вышлю следом. И напомню, что завтра у нас следующий вебинар. Алексей расскажет про особенности создания сайта для некоммерческой организации. Мы начнем в это же время, в 18 часов по московскому времени. Алексей, пару слов скажешь о завтрашнем вебинаре? Да. Да. Я приглашаю всех, кто хочет попробовать себя в создании сайтов. Мы в целом специализируемся на сайтах на основе WordPress. И мало того, для этого мы сделали инструмент, который называется «Кандинский». Я расскажу про установку и вообще в целом «Кандинского» и основные его элементы. А также обязательно расскажу про альтернативные, наиболее востребованные инструменты для создания сайтов на таких инструментах, как «Редимак» и «Тильда». Собственно, здесь в целом это будет полезно как для тех людей, которые уже что-то создавали, либо для тех, кто не создавали, но интересуются. То есть это будет, ну там как бы чуть-чуть выше среднего нужны будут навыки. Но если вы там умеете обращаться с почтой и смогли зайти на этот вебинар, умеете что-то прочитать, какое-то руководство или просто просмотреть, я думаю, это будет хорошей стартовой точкой. Самое главное, чтобы с вашей стороны был интерес. Елена пишет, что помогли АйТи волонтеры и по оценке от 1 до 10 на 11. Вот, коллеги. Вот, знаете, это очень здорово слышать, на самом деле. Елена, большое спасибо. Вот, коллеги, те из вас, кто у нас там как раз хочет стать волонтером, вот представьте себе, да, что вот из всего, что вы делаете в жизни, кто-то будет вот о вас отзываться, да, и просто иметь положительные мысли, да, вот, именно вот в таком вот абсолютно комплементарном, в таком восторженном ключе. да, по-моему, это дорогого стоит, и явно те, те, то время, которое вы в том числе посвятите на саморазвитие, да, за счет, собственно, реализации волонтерских задач, да, и еще получите подобное, подобные вот рецензии, да, если все будет хорошо, вот, и вы сможете договориться и красиво сделать, вот, то, я думаю, это точно игра стоит свечи. Так, Татьяна пишет, я правильно понимаю, что к вам можно обратиться для создания сайта, для НКО. Татьяна, вы правы, вы сможете, во-первых, разместить заявку на IT-волонтере, а во-вторых, если вы чуть-чуть хотя бы разбираетесь в чем-то компьютерном, то я приглашаю вас сразу же, вот, на сайт KNDTest.ru, это сайт конструктора Кандинский, и там даны как текстовые, так и видеоинструкции по развертыванию сайта на Кандинском. Вот, так что вы можете это либо сделать своими силами, и мы советуем начать делать это своими силами, вот, и, но если совсем уже не получается, то мы как раз просим и предлагаем размещать заявку и уже, собственно, на IT-волонтере. Ну что, Влад, наверное, будем заканчивать? Да, будем прощаться. Да, завтра на том же месте в тот же час. Все, коллеги, до свидания, спасибо большое, Алексей и Диана. Всем хорошего вечера. Да, Влад, Диана, спасибо огромное. Продолжение следует... Продолжение следует...